Музыка Была страница истории севастопольского футбола, была премьер-лига. Это великолепно, это здорово, это чувство гордости, что вот у нас это было в жизни. Ну, к сожалению, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Вот у нас на сегодняшний день, вы видите, мы оказались под санкциями. И просто вот, ну, можно, как сказать, опустить руки, и вот оно вот так катится-докатится. И денег нет, и то нет, и прочее все. Мы не пошли, как говорится, не впали в такую депрессию. У нас есть программа. Вот мы хотим сделать таким образом. Мы верим, что через год, через два, через три, я не знаю, вот даже и какие-то временные рамки я не могу ставить, и какие-то даты, какие-то события, после которых что-то вдруг изменится. Говорят, чемпионат мира, вот после него, типа, я не знаю, поймите. Есть FIFA, есть UEFA. Вот они примут решение, потому что наш конфликт, он не спортивный, он политическим контекстом. Поэтому, как примут решение, так оно и будет. Но у нас, еще раз говорю, есть программа в клубе. Руководство клуба собиралось, и мы приняли вот решение, что мы будем идти вот этой дорогой. Некоторые говорят, что футбольный клуб – это чисто футбольная команда, и больше этим вещами заниматься не надо. Считаю это неправильно, ведь мы городской футбольный клуб. Вот на сегодняшний день, почему мы занимаемся кубком губернатора? Девочки, мальчики. Почему мы проводим сегодня детско-юношескую футбольную лиху Севастополя? Клуб проводит. Почему проводится севастопольская бескозырка? Задача – поднять массовый детско-юношеский футбол на определенный уровень. Потому что это составляющая нашей программы развития футбольного клуба. Именно футбольного клуба. Без массовости. Клуб – это вершина пирамиды, команда Алавная. Это вершина пирамида. И есть обычный простой расчет. Чем больше основания пирамиды, тем выше вершина. Поэтому все очень просто. Если мы сегодня развиваем футбол, завтра мы можем что-то собрать с этих людей. Чем больше всего мальчишек занимается футболом, тем больше талантливых ребят завтра окажется наверху. Вот простой вопрос, простой расчет. Понимаете, вот у нас мы говорим, когда о премьер-лиге, то да, была академия, было все. Но массовый футбол-то практически был в загоне. Клуб-то им не занимался. Но сегодня мы решили переграть эту тему. Потому что у нас есть время сделать эту вещь. Первую. Вторая вещь в программе – это создание молодой команды. Можно сегодня идти, брать деньги, привлекать футболистов, оттуда же с материка привозить. В угоду тем, болельщики некоторые пишут, говорят, вот, а мне нужен результат, я хожу на результат, я прямо все такое, вот, нет результата, я ходить не буду. Господи, да никто не заплачет. Вот меня просто, поймите, я, может, вызову какую-то негативную в этом плане реакцию этих людей. А я не обязан, и руководство клуба не обязан, надо развлекать кого-то сегодня, брать, занимать какие-то деньги, чтобы кто-то пришел, посмотрел, да, хорошо играет команду. У нас нет этих денег сегодня. Нет. И привлекать футболистов у нас тоже нет денег. Спасибо тем людям, которые нас сегодня финансируют. Спасибо им огромное. Я не могу назвать их фамилии, но они финансируют. В сегодняшний момент с города мы не берем ни копейки. Ни копейки. Мы платим налоги, мы содержим стадион, это 15, грубо говоря, миллионов ежегодно уходим сюда, в этот стадион. Поэтому еще раз говорю, мы хотим не сиюминутный результат и победы нашей команды, что она стабильно шла, выиграла, всем это хочется. Ну, подложить средства, их нету. Поэтому мы строим молодую команду и поднимаем массовый футбол в этом городе. Молодая команда, она у нас есть. Потому что в свое время очень хорошо сработала Академия. Эта команда есть. Но я в своем интервью, которое я давал перед началом сезона, говорил, что это процесс длительный создания этой команды. И сегодня, прямо вот здесь, завтра мы заиграем. И то не будет. Поймите, вот я один из создателей футбольного клуба ПФК «Севастополь». Вот я вспоминаю, 2002, 2003, 2004 год мы, грубо говоря, кувыркались. У нас, как на качелях, команда наша выступала. Три года мы шли к тому, чтобы в 2005-м создать команду, которая смогла выйти в первую лигу. Три года. А у нас, буквально, мы начали строить команду, прошло всего полгода. И уже сегодня критики, уже все душераздирающие, не будем ходить. Да не ходите, ради Бога. Если вы не верите, значит не ходите. Я вспоминаю тех людей, которые в эти годы в начальные тоже говорили, футбола не будет, ходить не будем. А кончилось все чем? Битком забитым стадионом, 5-600, да? Потому что кто-то верил, кто-то хотел, кто-то бился за эти вещи. И кто-то добился, как бы не было тяжело. И вот сегодня мы хотим этого добиться, мы добьемся. И у нас уже есть, есть маленькие такие результаты, которые вселяют в нас оптимизм. Посмотрите, у нас молодая команда. У нас вот три мальчишки, наши, севастопольские. Это перспективные ребята, которые, я считаю, это Паныч. Это естественная, конечно. У него такая, у мальчишки хорошая перспектива есть. Это Загребельный, это Штефан. Вот у нас три мальчишки, это 97-й год рождения. Уже эти люди, посмотрите, уже их привлекают. Уже не выходят. Некоторые уже выходят даже в стартовом составе. Вот Загребельный и Паныч уже выходили в стартовом составе. То есть работа идет. Работа идет. Есть эти ребята. Их сама команда молодая. Смотрите, мы взяли ребят с Бахчисарая, тоже молодых. Есть перспектива. Если вспомните первые игры, вот какие-то вселяло надежды на то, что на сборах где-то что-то неплохо играли. Но опять, поймите, это Севастополь, это ответственность. Это сумасшедшая ответственность на футболистах. Можно играть за кого хочешь, за Бахчисарая, изменить за выражение, за Феодосию. Но там нет традиций. А здесь они есть. И вот сыграв товарищеские игры, мы видели, да, хорошая команда, молодые мальчишки, классно они играют, посмотрите, все. Но начались календарные игры, у нас начались провалы. Ноги затряслись просто. Да. У ребят просто затряслись ноги. Когда выходишь на центральный стадион Севастополя, и люди требуются тебя, и ты обязан соответствовать. А в моральном плане не всегда это получается. Это ж молодые пацаны. И, конечно, вот обратите внимание, то, что вот скрыто, травмы. Посмотрите, у нас вот, что Мотя, сколько он пропустил. Вот, мы на него надеялись, а он пропустил эти игры. И Османов, то же самое. Посмотрите, это тоже влияет. Вот эти травмы, где люди говорят, о, ведущих, Челядник. У нас же есть хороший центральный защитник. Но его нету. Это, де-факто, травма. Поэтому мы в начале сезона и начали валиться. У нас, помните, как нестабильно. То игру дали, то проиграли, то туда. Вот там Крым-Теблица разбила нас сразу же в первой игре. Это, говорит, лишила иллюзий. Просто показала. Но у нас есть хороший звоночек. Великолепный звоночек у нас есть. У нас вот кусочек игры с Евпаторией там, на кубок. Помните, когда мы проигрывали? 1-0. А потом что-то произошло во втором тайме. Вот Матвей Гуйганов повел тогда за собой ребят. Когда начали изменить выражение, у нас выражение в футболе. На заднице начали ездить. Начали биться, бороться. Потому что вот есть вот это чувство. И мы переломили игру. И мы уже увидели, как мы сравняли счеты. Евпатория начал уже гервничать. Ошибка вратаря нашего. 2-1 проиграли. Но вот это для меня дорого стоит. И кроме Матвея Гуйганова, вот в той игре в Евпатории. Знаете, мне отмечу еще одного человека, имя которого на слуху постоянно находится. Но в данном случае он совсем несколько в другой роли сегодня находится. Это Александр Жабакрицкий. Посмотрите, Саня сегодня взял на себя роль, наверное, от того, ну, не батьки, наверное, дядьки. Всегда вот есть выражение «дядька». Такое он с молодыми все время. Он держит, направляет их здесь. Особенно это проявилось в игре с Евпаторией здесь, когда мы играли на Перинсто. Саня, одно время быть самому футболистом, а второе дело самому направлять людей. И вот я считаю, здесь большой вклад его. Он практически у нас, наверное, единственный из той прияты, остался. И это радует, что есть человек, который направляет. Знаете, как бывает, некоторые просто встали, вот так вот руки в сторону. Та, тот не играет, тот не умеет. Чего я тут буду здесь такой? А этот бьется тоже, посмотрите, ведет за собой людей. И вспомните игру. Когда проигрывая 3-0, мы смогли выиграть. Вот это стоит дорогого. У нас стала создаваться команда. Стала создаваться. Вот это, да. Но по результату, посмотрите в турнирную таблицу. Вот мы берем год назад. У нас была хорошая команда, с большими деньгами. Были футболисты у нас. Был у нас тренер, значит, как говорится, заслуженный Олег Станиславович. А сегодня у нас пацанва. А в турнирную табличку загляните, что вы там увидите. А результат такой же. А результат такой же. И место такое же. Но побед больше. Такая разница, посмотрите. У Крым теплицы 27, насколько помню, забитых, да. А у нас-то 25, вот Аврий 23. Ну, о чем-то же это говорит. Вот это вы не видите, болельщики. А результат есть. Да, кубок, что делать. Вот поэтому я просто, у меня, знаете, вот нормальное настроение. Я же человек терпеливый. Я жду. Оно не проявится сегодня. Но вот эти вот звоночки, они уже есть. И это уже радует. Значит, мы идем на верном пути. И на следующем сезоне, вот я думаю, что весною мы тоже увидим эту команду. У нас, я вам скажу, вы знаете, есть еще один секрет. Есть еще вот то, чем мы можем усилить игру. Ну, просто сейчас многие об этом не думают. А я вам скажу. Ференчак. Ведь он же не играл в этом сезоне. А Сережа, это ум. Это разум. Это мозги. И вот сегодня эти молодые мальчишки бьются, стараются, обиваются, становятся кем-то. А завтра выходит дядя. И наводят порядок в этой команде. Организуют эту игру. Вот это в меня вселяет огромную надежду. И я верю, что наш нападающий. Редланд заиграет. Я вижу фактору. Я вижу, человек, он соответствует. Он действительно нападающий. Но сегодня он молод. Сегодня он просто пока не может. Концовка, два мяча вот реализовал. Забил человек в самом конце. Но у него это и есть. Верьте, посмотрите внимательно на него. И этот человек разыграется в следующем сезоне. То есть здесь чем усилить эту игру? Надо просто терпеть. Терпеть и ждать. Уж еще раз повторюсь. Поверьте моему опыту. Три года мы ждали команду, которая пошла в первую лигу. Три года мы ее создавали. Мы при Петрове и Валерии чуть не вылетели тогда со второй лиги. Вспомните. 2003, кажется, год. В итоге мы вышли в первую лигу. А потом мы вышли практически этой же командой. Мы вышли и в премьер-лигу. Надо просто терпеть. Надо просто верить и поддерживать. Поверьте, мы со своей стороны сделаем все. Все сделаем. Да, сегодня нет тех денег, что были раньше. Каждая копейка, она дается трудом. Где-то спонсоры. Еще раз говорю. Но мы верим. И стадион мы не бросим. И команду мы создадим. Она уже есть. Вот это я просто хочу обратиться к болельщикам и сказать. Проанализируйте. Вспомните игры. Послушайте то, что я вам сказал. И вы поймете, что на следующий сезон мы увидим новую команду. Хотя, я думаю, с осени следующего года вы увидите стабильную команду. Мое такое мнение. Я вспоминаю, говорю, Чайка ВМС, 2002 год. Сколько ходило? 200-300 человек ходило от силы. От силы ходило. Нет зрелища. Некому смотреть. Отсутствие. Но я просто хочу сказать так, что надо просто верить. Я вот вы сказали, да, у нас 40-50, это вы, наверное, имели в виду, таких вот закоренелых, типа болельщиков ярых. А так народу, посмотрите, тысячи ходят. Где вы, посмотрите, вот сейчас зайдите в Симферополь, посмотрите, в Феодосию, в Туше Евпаторию, где вы эту тысячу насобираете? Мы говорим, нету. У нас есть. У нас есть. Я благодарен тем людям, которые ходят. Но опять-таки говорю еще раз. Надо просто терпеть. Мы дождемся. Мы дождемся, это обязательно будет. Я уже вижу эту новую молодую команду. Она будет. Что касается ультры, ну, видите, там у них свои законы. Ультра – это свой мир. Это свой мир. Что там происходит? Я не знаю. Ну, конечно, с ними интересно, с ними здорово. Они, как душа, они придают определенный момент, такой шарм всему этому. Как бы болельщики не болели, но ультра – это дух, это сердце, это все. Это зажигает. Но одно хотелось бы, вот, обратиться к ним, ребятам и сказать. Ребят, ну, поймите, все-таки не вы самое главное здесь. Мы все для чего-то. Мы все для футбола. И вы для футбола, и вы для футбола. И не будет, что кто-то главнее. И никогда хвост не будет влиять собакой. Это однозначно. Есть определенные законы, есть условия. Вот оно будет так. Да, где-то что-то вас, может, в чем-то обидели. С вами не посоветовались. Там вот некоторые говорят, а вот Герд новой ввели. Да, ну, может быть, так оно и есть. Может, действительно это. Есть возможность диалога. Надо идти, разговаривать, выходить. Один, второй, третий раз. Ну, никто не придет, поймите, за вами в этой ситуации. И самое интересное, что люди-то ходят в ультра, ходят же на стадион. Не в свой сектор ходят, значит, любят футбол. Я просто хочу сказать, ребят, ну, давайте встречаться, давайте говорить. Но я просто еще раз говорю, давайте и помнить, кто, для кого. Вот это самое главное, самое основное. Я надеюсь, что вы вернетесь. Я уверен в этом, что вы вернетесь. Просто надо просто подумать, что мы все-таки вместе. Это, наверное, самое основное. Спасибо за внимание. Ну, и с наступающим Новым годом. Новым годом наших побед.